Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Программа «Особое мнение» в эфире. Я, Анна Лапшина, и приветствую своего сегодняшнего гостя Дмитрия Русских, депутата Законодательного собрания Кировской области 4 и 5 созывов. Дмитрий Михайлович, добрый день. Анна, добрый день. Всем слушателям тоже прекрасного дня. Сегодня солнце. Вроде бы, как бы, внешне все хорошо. Ну, внешне все хорошо, а информационная повестка, тем не менее, не радует. Да, она печальная, на самом деле. К сожалению, да. Что ни день, то новости. И, к сожалению, нерадостные. Про вчерашние события в Петербурге мы поговорим чуть позже. Все-таки, наверное, я предлагаю начать с Удмуртии. Глава Удмуртии задержан за взятки. Эта новость появилась сегодня утром. Сумма называется, ну, по разным данным, там, от 139 до 140 миллионов рублей. Ну, похоже очень. Внушительная такая сумма, да. Александра Соловьева задержали сегодня в Ижевске. И в наручниках, как сообщают СМИ, этапировали в Москву. Вот. Что будет дальше, не очень понятно. Дома у него обыски. Кроме него задержаны еще несколько чиновников. Одного допросили, как я понимаю, отпустили. Второго, я так понимаю, тоже задержали. Видимо, уже не отпустят. Видимо, уже нет. Да. Ну, это продолжение тех историй, которые у нас уже идут на протяжении полутора-двух лет. Я считаю, что здесь... Это мы имеем в виду и дело Гайзера, и Хорошавина. И Хорошавина. У нас, оказывается, еще есть некоторые губернаторы, которые до сих пор находятся под определенными уголовными делами, уже даже бывшие. То в данном случае это какое-то продолжение такой определенной работы, связанной на региональном уровне, которую проводит федеральный центр. Это говорит о том, что, в общем-то, в регионах все очень неспокойно. И в данном случае главный раздражитель, как мы потом, наверное, с вами будем обсуждать последних митингов, это коррупция на региональных уровнях. А судя по тому, как мы слышим, какие цифры и какие уровень всего этого восприятия, то как бы уровень очень высокий, региональный уровень очень сильно коррумпирован, начиная снизу доверху, плюс местные элиты, олигархи и все это прочее. И, видимо, это очень большие опасения вызывают у федерального центра, особенно в преддверии выборов президента. То есть вы считаете, что арест Александра Соловьева стал таким своеобразным ответом на недавние митинги? Нет, я думаю, что это никак одно с другим не связано, потому что, в принципе, судя по тому, как я сегодня читал, что разработка велась еще с того года, значит, уже у Федеральной службы безопасности были данные именно взаимоотношения с подрядчиком, которые занимались в том числе и ремонтами дорог и строительством мостов, то, в принципе, это такое, ну так совпало. И можно также сказать, что вчера были взрывы и тут же был арест исполняющего, кто у них президент или губернатор Удмуртии. Президентов сейчас нет, насколько я понимаю. Да, президент один в стране, я забыл. Глава республики он называется. Глава республики Удмуртии Соловьев, то в данном случае, как бы, я думаю, что это никак, ничто с другим никак не связано. Это определенная работа, которая ведется. То есть невзаимосвязанные вещи. Дмитрий Михайлович, я правильно понимаю, что вот, ну смотрите, тема дорожного строительства, это такая коррумпированная вообще отрасль, я так понимаю, что невозможно совершенно побороть происходящее, там какие-то неприятные процессы противозаконные. Слушай, Аня, я являюсь сторонником того, что можно победить любую коррупцию и как бы нет такого, что это нельзя сделать. Я являюсь сторонником президента, бывшего президента, и он был один из главных реформаторов Сингапура, Ли Куань Ю, у которого я читал два или три раза, перечитал его книжку. Я считаю, что побеждать можно в любой стране любую коррупцию, главное начать с себя. То в данном случае, то, что он и предлагал, и то, что он и сделал, то в данном случае, если мы сегодня посмотрим как бы на Сингапур, это сегодня одна из самых развивающих стран в мире, значит, фактически там ликвидирована вся коррупция, которая была еще 30 лет очень страшной проблемой вообще государства, и вообще его целостности, и вообще развития, то в данном случае как бы совсем можно бороться. Понятно, что сейчас многие мне скажут, что это неправда, и что все равно коррупция есть. Она, конечно, есть, но в разных формах. В принципе, если мы там даем, к примеру, врачу там коробку конфет, или там... Слушай, ну коробка конфет это не коррупция, это благодарность уже. Ну да, ну кто-то тоже скажет, что коррупция, что как бы тот. И мы говорим о масштабах государства. То в данном случае мы сегодня видим о том, что Сингапур победил коррупцию. Именно желание исходило от самого президента и, в первую очередь, от его команды. И они с ней справились. Вам пример, последнее выступление в Южной Корее. Вот, в принципе, одна национальность корейцы, вот есть северная, есть южная. Северная борется с голодом, а южная борется с коррупцией. И побеждает, и снимает президента. Я вас правильно поняла, что там, где нет денег, там нет коррупции? Нет, как раз... Если мы отталкиваемся, к примеру, Северной Кореи. На самом деле, там просто форма немножко другая. Я думаю, там тоже живет все руководство Северной Кореи очень хорошо. У них есть крупные суммы на счетах. Просто пирог слишком маленький. Ну, и пирог маленький, и, в принципе, и запросы населения совершенно другие. То в данном случае одни борются с голодом, другие с коррупцией. Одни голодают, другие имеют среднюю заработную плату на наши деньги 145-150 тысяч в месяц. В общем, побороть можно. Я думаю, побороть можно все, даже рак. Главное, захотеть. Конечно. Немножко добавлю позитива, не позитива, не зная в сегодняшнюю новость об аресте Александра Соловьева. Все-таки социальные сети. Да, самое интересное, что фактически мы сейчас очень много говорим о дорожном фонде, о дорожных работах. И, в принципе, и снова арест руководителя республики тоже связан именно как раз с этими проблемами. С дорогами с мостами, да. Да, потому что сегодня основные бюджеты в республиках, в регионах и в федеральном центре, конечно, сконцентрированы на дорожных строительствах. На транспортной такой, да, дорожной транспортной инфраструктуре. Да, как и у нас. У нас, допустим, и в 2017-2018 году очень большие суммы заложены в областном бюджете на строительство, ремонт дорог, на содержание. То в данном случае как бы цифра растет, и понятно, что оно привлекает особо одаренных бизнесменов и чиновников именно на этот сладкий пирог. Но мы будем надеяться на то, что вот пример Александра Соловьева все-таки людям, которые что-то там замышляют, наверное, покажут, что не нужно, не нужно завершать закон. Так как из 100% попадаются только 10%, 90% думают, что проскочит, и они проскакивают. То это, в общем-то, и не дает той динамики, когда, в общем-то, люди считают, что с ними это не сурочится. Если бы у нас все уголовные дела и все вопросы возбуждались хотя бы в 99% из 100%, то, конечно, бы уже следующие понимали, что кара никого не обойдет. Здесь идет такая выборочная работа, и она совершенно не приносит того эффекта, который, может быть, на самом деле ожидает. 10% не определяет мышление 90%. Тем более они же не считают, что это коррупция, что они берут там откаты или участвуют. Они же считают, что они решают проблемы там республики или области и обеспечивают их хорошим, качественным как бы асфальтом и дорогами. Это точно так же, как ты говоришь, что как бы подарок коробки конфет врачу или учителю – это вознаграждение. Они тоже, может быть, считают, что это вознаграждение за то, что они правильно определяют подрядчиков. А то бы пришли какие-нибудь мошенники. Не очень много времени. Давайте все-таки коротко. Социальные сети на арест главы Удмуртии откликнулись. Кировский сегмент довольно любопытным предложением. Говорят, самое время объединять Кировскую область и Удмуртию. А если мы вспомним еще республику Коми, где были схожие проблемы некоторое время назад. Но это так, в порядке шутки. Я думаю, что эта шутка и есть, потому что объединить две или три области или республики в данный момент нецелесообразно. Потому что проблемность будет совершенно тяжелая. И я думаю, что в преддверии выборов президента никто это делать не будет. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим, что в Удмуртии уже назначили новые исполняющие обязанности. Хорошо. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся через минуту. Напоминаю, что слушаем особое мнение Дмитрия Русских, депутата законодательного собрания 4 и 5 созывов. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM. Особое мнение Дмитрия Русских, депутата законодательного собрания 4 и 5 созывов продолжается. Яна Лапшина, еще раз всех приветствуем. Ну, давайте все-таки тему дорог, тему коррупции, возможно, и там, не знаю, продолжим. К сожалению, у нас дороги и коррупция, как-то они вместе все шагают. Все время. Накануне одной из кировских СМИ сайт «Наблюдатель РУ» сообщил о уходе, увольнении со своего поста исполняющего обязанности министра транспорта Кировской области Сергея Машногорского, который, собственно, был назначен на эту должность около полугода назад, по-моему, в сентябре, если мне память не изменяет, 16-го года. Сообщается о том, что Машногорский ушел по причине некого страха, который испытывал со стороны возможного преследования со стороны правоохранительных органов, якобы в его деятельности, в деятельности курируемых им отраслей. Прослеживались также признаки коррупции. Ну, естественно, значит, опровергивает все администрации областного правительства, сообщив, что Сергей Машногорский находится в отпуске, уходить со своего поста не собирался. В разных выражениях там было опровержение. В официальных и в не совсем официальных сайт обвинили в том, что распространяет унутки. Я хотела вас спросить, с чем может быть связана вот эта информация, вообще ее появление? Это такая, не знаю, там предвыборная борьба накануне, значит, предстоящих выборов. Превыборная борьба не может быть по определению, потому что вся эта борьба и все эти вещи происходят внутри команды правительства Кировской области. Ну, там точно с выборами это никак не связано. Да ладно. Да, а вот с ресурсами какими-то... Нам упасили его выбирать, а тут у него, значит, вот исполняющие обязанности министра. Ну, я не думаю, что они это специально делают, из-за этого сегодня... Это не они, это другие. И из-за этого сегодня они не подтверждают его уход, что, ну, 99%, что все-таки из отпуска он уже не выйдет. А, то есть вы допускаете это? Ну, я думаю, что это так и есть. Я просто не очень понимаю смысл в врате, если человек собрался уходить, и к нему нет никаких вопросов, и он решил, что ему тут или там неудобно работать, или некомфортно, или у него планы поменятся. Имеется право каждого человека работать там, где он хочет. Да, да, то, в принципе, тут ничего такого страшного нет, если смотреть с этой точки зрения там, да. То, что, как бы, он должен был уйти, об этом уже там не секрет, уже внутри там знают уже месяца полтора-два. Значит, и насколько я там понимаю... Ему не понравилось у нас, он же недолго проработал. Ну, я думаю, что у нас никому не нравится, к сожалению. Да ладно, мы-то же живем. Да, но все зависит от того, что кто находит, в чем определенные там плюсы и минусы нахождения на территории Кировской области. Я имею в виду, что от приезжих. Значит, и в данном случае, вернее всего, что этот конфликт, который завязался еще в начале февраля, сразу после Нового года, о том, что мы, наверное, это, по-моему, даже обсуждали о закупке там щебня на 120 миллионов, да. И победили две компании, которые будут подставлять на Вятавтодор этот щебень. Значит, они, эти компании были созданы одна в ноябре, другая в декабре 2016 года, буквально перед... Новорожденные компании. Да, перед этими конкурсами, и понятно, что оказалось, что эти структуры как-то косвенно близки с Краснодарским краем, то, в общем-то, тут некоторые СМИ... Нехорошие мысли возникают. Да, и некоторые СМИ это опубликовали, и, наверное, то, что вот эта информация вышла, и она, в принципе, как она могла и не выйти, потому что все конкурсы проходят фактически в открытом доступе там, да. Все можно посмотреть в интернете. Все можно посмотреть, все должно быть размещено, даже как бы не хотел бы Автодор это скрывать. И в данном случае понятно, что это все вылилось, это поимел какой-то определенный резонанс. Я думаю, что какие-то вещи и отследило полпредства, и, видимо, какие-то были разговоры и с руководством области, и, как бы, с теми людьми, которые, в общем-то, должны следить за этим и все эти случаи, как бы, на ранней стадии прекращать. Дмитрий Михайлович, у меня тогда только один вопрос. А почему не подтвердить-то? То есть, если информация соответствует действительности, почему не сказать, ну да, ну человек, ну ушел в отпуск, после этого уволится? С этим я согласен. Но почему-то у нас в власти пресс-секретари обычно очень любят все затягивать до последнего. Когда уже, в принципе, все знают, но а как они могут согласиться, если, в первую очередь, об этом информацию дали СМИ? Значит, получается, что СМИ имеют более большую доступность и ранее информацию, чем, допустим, пресс-секретарь. То в данном случае получается такая ситуация, сейчас они будут до конца выкручиваться и говорить, нет, 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 он просто у нас в отпуске. А потом неожиданно они скажут, что ну да, после отпуска он все-таки решил, написал заявление, мы об этом не знали, но вот он так для себя решил. Но мы можем только предполагать на самом деле. Да, мы предполагать, но вернее, все же так и будет, потому что в данном случае, ну, он еще отработал очень мало времени, ему еще в отпуск уходить. Ну, а как, все-таки полгода отработал, имеет право на две недели отпуска законовой или, я думаю, что даже больше, наверное, да? Ну, он, наверное, меньше отработал. Он появился, по-моему, у нас в сентябре. В сентябре? Да. Ну, сейчас апрель. Ну, да, практически где-то очень близко. Но я не думаю, что это как-то связано, что он устал, потому что тут... Дмитрий Михайлович, еще одну видела информацию, которая уж совсем воспринимается бредовой. И тем не менее, говорят, что Сергей Машногорский может быть назначен на место Александра Перескокова. Бедный Александр Викторович. Александр Викторович, да. Он, во-первых, не очень бедный, но при этом, как бы, его давно хотят куда-то убрать или он сам хочет уйти, непонятно. То в данном случае я не думаю, что это так произойдет, по крайней мере, до выборов в городскую думу и до выборов губернатора. То есть до сентября? До сентября, да. И на самом деле, я думаю, что тут вряд ли может рассматриваться Машногорский. Здесь больше шансов там у Шульгина, которого уже один раз сватали на эту должность, да, и, в общем-то, все шло к тому. Ну, значит, ну вот так не сложилось. То я думаю, что это такие немножко вымышленные истории. И точно так же можно сейчас сказать, что появившийся очень интересный кадр в городской администрации господин Минкин может сейчас занять место... Новый руководитель дирекции дорожного хозяйства. Да, может сейчас спокойно занять место после ухода Машногорского и будет возглавлять уже министр транспорта правительства Кировской области. Ну, тоже можно так же сказать. Послушайте, ну это какая-то уже совсем сумасшедшая ротация. Ну, а в чем сумасшествие-то? В принципе, все как бы в рамках определенных... Но у человека некомпетенции, непрофильного образования. Если уж он тут про дороги рассказывал, столько к нему было претензий, что у него нет опыта работы профильного. Мне кажется, это сейчас не главный фактор, к сожалению. Ага. То есть вот такие кадровые у нас будут перестановки, вы предполагаете? Ну, в принципе, я тебе тоже не могу сказать, что господин Машногорский был очень сильно знаком там с транспортными инфраструктурами и там со строительством и дорог. Он тоже, в общем-то, человек от этого довольно-таки далекий. Но, видимо, приходят такие профессионалы, что они очень быстро во все въезжают и начинают... Погружаются в тему. Погружаются и начинают очень быстро во всем разбираться, особенно когда вопрос касается конкурсов и проведения тендеров. И денег. Ну, а это уже само по себе происходящее там дальше происходит. Раз уж мы перешли к вопросам городского хозяйства, давайте поговорим про программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Кирова до 2020 года, которую опубликовала несколько дней назад администрация города. В соответствии с ней в Кирове в ближайшие годы должен появиться третий мост через Вятку. Пока непонятно, в каком месте, да, но мы сейчас об этом поговорим. Подземные парковки, улица Горького будет продлена на север. Я, правда, сегодня задавала вопрос, так и не выяснила, что там будет с нумерацией домов, потому что первый дом по улице Горького, он уже есть. Ну, понятно. Если мы продляем улицу Горького на север, получается, что там в минус мы уйдем уже, да? Будет улица Дублер у Азина, еще у нескольких улиц. Ну, собственно говоря, вот сегодня Вячеслав Семаков, руководитель управления благоустройства и транспорта администрации города, был у нас в развороте. Задавали мы ему вопрос, а на какие деньги это все будет построено и создано. Он сказал, что большой, конечно, есть расчет на какие-то приходящие из федерального центра средства. Да, тут мы учитываем и вот те миллиарды, которые нам обещают по программам, да, специальным там дорожным. Вот, и учитываем возможные средства, которые наш город получит к юбилею. Оцениваете ли вы, ну, каким-то образом, я не знаю, там, воплотимость вот этих всех прожектов? Ну, могу сказать, что нам бы, наверное, очень бы всего хотелось бы в это верить. И, наверное, как бы... Времени-то совсем немного остается. Совсем времени мало. И, честно говоря, не очень понятно там при сегодняшнем состоянии наших дорог и тротуаров, да, и вообще инфраструктуры в городе Кирове. Значит, зачем нам третий мозг, когда у нас вот тут такие большие проблемы? Сейчас скажу. Да, при этом вопрос главный там. Все это, конечно, здорово и прекрасно. И это такая определенная стратегия. И такие планы, которые у нас очень любят чиновники писать. И потом непонятно, кто у них будет из них воплощать. Она не новая, говорят, туда часть каких-то пунктов переходит. Потому что новая всегда власть, она просто что-то дорабатывает. И вот этот фантастический момент, вот этой книги, писание, что нас ждет в ближайшем будущем, он постоянно как бы увеличивается и становится гораздо интереснее и краше. То, наверное, в случае главный вопрос. Деньги откуда возьмутся? Если это к юбилею, то там все программы расписаны. Значит, и сумма с каждым годом сокращается. Я помню, что еще там 5 лет назад начинали там 10 миллиардов, сейчас уже говорят о 5 миллиардов. И вообще мы не знаем, что будет к 2024 году с бюджетом России. Да, и к 2024 году, да. И что будет тем более с бюджетом города Кирова, если мы говорим о муниципальном образовании. Тем более понятно, что при сегодняшней ситуации, которая сложилась за последние 10 лет в городе Кирове с ее доходной частью и вообще с то, что происходило. Понятно, что своих средств муниципального образования города Киров на этого просто нет и не может быть. Нет, ну какая-то часть найдется наверняка, но это будет незначительная часть. Они у нас в конце марта сказали, что у них деньги закончились на вывоз снега. И тут же они говорят, что они нам построят эту улицу, Горького продлят, построят новые мосты. И при этом они говорят, что какие-то деньги мы у себя найдем. То, может быть, мы сначала научимся убирать снег, чистить улицы, сажать деревья, делать тротуары и дороги. А потом перейдем к их фантастическим мыслям, которые они нам озвучивают. То в данном случае я очень к этому спокойно отношусь. Я просто в эти вещи не совсем верю, потому что живу сегодняшним днем. И сегодняшний день мне ничего не говорит о том, что завтра мы будем жить лучше, чем сейчас. Вам кажется, что это утопия? Это программа? Это не утопия, но это невыполнимая вещь, которую они должны озвучить. Потому что любая власть должна говорить, что она ждет, и выстраивать какую-то стратегию развития. Ну перспектива должна быть. Конечно, конечно. То в плане перспективы, да. Наверное, это было бы здорово. Но не через три года. Ну точно не через три года. Но я не знаю, что произойдет через три года. Может быть, мы в сентябре месяце получим такого главу города или главу администрации такого выдающегося и прекрасного человека, который нам за три года создал экономическое чудо, как в Сингапуре. Я не исключаю. Может быть, есть такой человек, который реально это сможет осуществить. В Кирове? Ну, я хотел бы, чтобы в Кирове. Ну, вы знаете таких людей? Нет, я знаю. Вопрос, знают ли они их. Ну, и то я не скажу, что такое экономическое чудо может совершиться там в течение... Ну, мы же понимаем прекрасно, да, что главу города выбирают депутаты городской думы. Конечно. И я думаю, что они уже между собой знают, кто эта кандидатура. Конечно. Я думаю, что все, что сегодня там делается, это уже все согласовано, какие депутаты пройдут по каким округам, кто будет там председателем думы или там главой города, кто будет главой администрации. Примерно вся картинка уже в марте месяце... Ну, неинтересно же. Кому неинтересно? Нам. Ну, про нас никто вообще не спрашивает, да. Главное, чтобы им было интересно. А депутатам тоже неинтересно. Каким? Ну, которые собираются в городскую думу. Как? Вот именно тем депутатам, которые должны пройти, им это все интересно. Потому что если мы будем обсуждать, в каких проектах у нас участвуют городские сегодняшние депутаты, особенно от одной известной... А праймерис зачем? Ну, праймерис это для тех людей, кому еще не все понятно в этой жизни. Да, вот есть бабушки, которые, наверное, этим интересуются, и они, может быть, в это верят. Хотя я думаю, что даже бабушки уже перестали верить. В праймерис? Да. И выборы? И выборы тоже никто не верит. То в данном случае, тем более я говорю, что не верят в это дело общения молодежь. Потому что в данном случае мы с вами прекрасно понимаем, что молодежь вообще не поддается под те вещи, которые сегодня происходят на федеральных каналах или на региональных СМИ. Хорошо, мы немножко ушли от темы транспортной инфраструктуры, наверное, и к ней вернемся. К третьему мосту через Вятку. Вам как кажется, если все-таки мы найдем на него средства, мы найдем людей, которые смогут построить красивый, замечательный мост, который будет служить нам долгие годы, где его надо строить? Ну вот изначально в программе называлось... Подождите, тогда у меня вопрос. Надо было задать, кто это озвучил, сказать, а где вы хотите построить этот мост? Я вам скажу, я вам скажу, хотят построить на участке, как я поняла, между Милицейской и Азино. Нет, немножко поближе все-таки к центру города, между Милицейской и Азино. Изначально называлась улица Милицейская оптимальной точкой входа. Сегодня Вячеслав Семаков уже говорил про улицу Азино. При этом было мнение Евгения Пименова, председателя Союза автомобилистов Кировской области. Наши коллеги газеты «Безоисновости» дозвонились, до него спросили. И он считает, что надо строить третий мост за Нововятском, потому что это позволит транспорту. Основная эта задача какая? Чтобы транспорт, заезжающий с юга, не ехал через весь город, для того, чтобы проехать в заречную часть города. И не разбивал наши без того многострадальные дороги. Но проект, на самом деле, очень глобальный. И мы вообще уже давно говорим о том, что нам в городе Кирове нужна объездная дорога. И точно так же, как мы говорили на протяжении 25 лет, что у нас должно быть водоснабжение, совершенно другая вода должна бежать в наших кранах. И на самом деле, мне кажется, уже ни одно поколение этой мечтой живет и так и дожить не может. То в этом случае, наверное, можно кучу предлагать предложения. Но для начала они должны были сказать примерно все, что они озвучили, сколько это стоит, сколько нужно вообще денег. И где это все будет размещаться, а вот не в таком формате. Ну вот сказали, где будет размещаться, на Милицейской, на Азино. Ну хорошо, я поздравляю всех жителей улицы Милицейской с тем, что в ближайшем каком-то будущем у них там появится мост, который будет соединять какое-то драгдальное направление. Тем более, уже давно говорили о том, что, я помню, еще 5 и, наверное, 10 лет назад, говорили о том, что хорошо бы как бы закольцевать Слободской, Кирово-Чепецкий, город Киров, как бы вот в такой определенной... Агломерацию. Да, агломерацию, чтобы можно было это все передвигаться там по кругу. Ну вот видите, тоже проект был интересный, но в данном случае сейчас уже о нем никто не вспоминает. Так может мы к нему и движемся? Нет? Мы не можем к нему движиться, потому что то, что сегодня предлагают, делает муниципальное образование город Киров, а не правительство Кировской области и не другие. Понятно, а это все-таки областной проект? Да, это все-таки областной проект, который затрагивает три муниципальных образования. Дмитрий Михайлович, вы не ответили на вопрос. На ваш взгляд, где все-таки нужен мост? Я так сходу не могу сказать, я, видимо, не такой крутой. Надо карту изучить. Ну, надо вообще, на самом деле, это такой тяжелый процесс, надо это все изучить, надо посмотреть, как движется транспорт, где живут люди, как это будет удобно, что мы с другим, что он нам даст, куда он будет выходить этот мост, да, и как это будет всем комфортно. И, на самом деле, какое последствие построительства этого моста? Чтобы он улучшил нашу жизнь. Да, чтобы построить мост, просто мост, но смысл тогда его строить виртуально. Понятно. Сделаем небольшой перерыв, две минуты рекламная пауза. Дмитрий Русских у нас в гостях, депутат законодательного собрания 4-го и 5-го созывов. Вернемся скоро. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Особое мнение на 101-фм. Особое мнение Дмитрия Русских, депутата законодательного собрания 4-го и 5-го созывов, продолжается. Яна Лапшина. Дмитрий Михайлович, ну вот давайте все-таки к теме протестных митингов, раз уж мы начали с коррупцией. Давайте последнюю треть нашей программы начнем тоже с этого вопроса. Протестные митинги 26 марта и 2 апреля. Со 2 апреля пока не все понятно. То есть не было вот таким массовым. Митинг 26-го числа собрал приличное количество народа давненько. У нас такого не было, наверное, с 2011 года. И в Кирове не было такого большого масштабного события. Повод коррупции. Люди вышли. Где-то они были санкционированы, эти митинги. Где-то не санкционированы. Вы сами были хотя бы на каком-то? У нас их было два, я напомню. Вот по 26-му числу меня приглашали, но в связи с тем, что я прилетел только из командировки, я туда не смог прийти. Не успели. Да, и на самом деле 26-го числа, когда я посмотрел уже отчетность в СМИ именно даже по городу Кирову, я уже не говорю о том, что в принципе митинги были заявлены почти в 100 городах Российской Федерации, в том числе в больших крупных городах, значит, и везде практически прошли. То, что было даже в городе Кирове, конечно, это такой звоночек о том, что впервые не партии, а именно через интернет, через призывы молодежь собралась, потому что это в основном часть молодежи. Дмитрий Михайлович, вот у меня, смотрите, сразу такой вопрос. Скажите, так много народу вышло, потому что тема коррупции настолько живо затронула, я не знаю, людей всех, или просто давно не собирались и вообще хотелось как-то протест выразить тому, что происходит в целом? Ну, смотрите, как бы последние годы даже на всех выборных кампаниях, разговаривая с определенными партиями, технологами, всегда вопрос говорили, а что делать с молодежью, все говорили, что с молодежью у нас никаких проблем нет, ну, каких-то нет. Они не стоят на повестке, они инертные, им ничего не интересно, они там живут своей жизнью, такое ощущение, что у нас не было молодежи, и никто ей не интересовался, и никто с ней не работал, и никто с ней не вел никакой диалог, в том числе и власть. Понятно, что за какой-то период времени сформировалось совершенно новое поколение, которое там, даже кто в 2000 году родился, когда Владимир Владимирович стал президентом нашей страны, уже сегодня им 17-18 лет. То есть фактически уже взрослые люди. Взрослые люди, я вообще не говорю про 92-й год, про 80-й даже год рождения, то это совершенно новое поколение, которое, в общем-то, не подвержено федеральным каналам, которое, в общем-то, совершенно по-другому видит нашу жизнь. Они не готовы жить прошлым, они хотят жить настоящим, а лучше будущим, потому что ничего так не сплочает людей, как будущее. Гораздо меньше сплоченность приносит прошлое, то в данном случае просто все вот это поколение, которое они видели 20-25 лет, оно себе заявило, и именно формат их сегодня требований и обсуждений не то, что там мы против чего-то. Им просто сам формат не нравится, то, что происходит в стране в плане там коррупционности. Да, вот с этим они согласны, да, потому что в данном случае что такое коррупция, мы уже обсуждали. Нет сегодня в мире ни одной страны, которая при такой коррупции, как в том числе и в Российской Федерации, там экономически развивалась, да. А нет такой страны, которая, в общем-то, не борясь с коррупцией, там показывала какие-то экономические показатели. А что такое экономика? Это развитие страны, в первую очередь, для молодежи. Сегодня, к сожалению, социальных лифтов у молодежи нет. Работу даже в городе Кирове найти очень сложно. Да, зарплаты низкие. И как со всем этим жить? И никто не видит этого просвета. И главное, что с молодежью никто не разговаривает и не говорит, а что их ждет в будущем. Так много молодых было на митингах, по вашему мнению, потому что нет перспективы, не видят они их. Ну, смотрите, просто почему-то все решили, что на митинги должны ходить только бабушки и дедушки. Но если мы посмотрим там любые страны, где происходят определенные там движения, митинги, демонстрации, я не говорю про революцию. Всегда первым организатором становится молодежь-студент. Так было в Греции, когда правительство Греции сократило всего на 6 миллионов евро программу по образованию в высших вузах. И когда на улицы вышло там уже сотни тысяч студентов, которые говорили, что нет, это делать нельзя. И впоследствии их поддержали их родители. Это немножко другая история. И в принципе, все равно молодежь, она определяет, у них играют гормоны. Они более свободные. У них там, их никто не уволит с работы. Их там не наругает какой-то директор школы. Если ты работаешь бюджетно. Или тебя кто-то что-то не заставит делать. Они не применены еще обязательствами. Да, но при этом они совершенно другие. И они хотят видеть будущее своей страны и свое будущее в этой стране. То понятно, что у них вызывает интерес то, что происходит. И, конечно, главный формат и с чем они вышли. Я так понимаю, что они не вышли против Путина или за Навального. Они вышли в процессе, что все, что происходит, особенно связано с коррупцией. Им это очень все не нравится. Потому что мы все прекрасно понимаем, что эта коррупция распространяется в первую очередь, конечно, там, если взять город Киров, то и на региональный уровень. Они не знают, что там происходит там вверху. Но они видят то, что происходит внизу. Если мы возьмем там то, что происходит в нашем городе. И как так происходит, что, в общем-то, дети чиновников ездят там на Порше. Имеют в 24 года там уже рестораны, офисные центры или все прочее. И при этом они считают себя там типа Илон Маск, что они такие выдающиеся в 2-4 года. То все это молодежь, которой в городе очень много. Они все прекрасно понимают, что это как бы не ребенок Дальский. Это его папа, который занимает какой-то определенный пост. Все это ему обеспечил. И они понимают, как он это все обеспечил. Они не идиоты. То есть отсутствие социальных лифтов это плохо. Да. И на уровне того, что сегодня у нас, к сожалению, разрыв между бедными и богатыми. Только он нарастает все сильнее и растет. И тем самым вызывает полное непонимание от того, что будет происходить. Дмитрий Михайлович, давайте все-таки вот немножечко подужмемся. У нас остается 4 минуты. И я еще хотела вас спросить вот о чем. Смотрите. Многие эти митинги в городах, особенно в крупных городах, проходили, будучи несанкционированными. То есть просили люди определенную точку. Как я понимаю, им предлагали провести митинг где-то в другом месте. Скорее всего. Либо запрещали. Выходили люди на несанкционированные митинги. Мы знаем, что были задержания. И вот вчера, к сожалению, после трагических событий в Петербурге, я видела совершенно недопустимые, на мой взгляд, какие-то комментарии. Из разряда, что это митинги. Вот эти вот самые прошедшие спровоцировали вчерашние теракты. Ну, во-первых, у нас не было митингов. У нас были в основном несанкционированные шествия, которые были по всем данным, по всем городам. Он называет их митингами. Но это было шествие, и все согласились в одном, что они были мирные. Никаких там резких движений или каких-то выкриков, или даже каких-то протестов, или призывов их не было. То в данном случае как раз, наверное, наши силовые структуры научились бороться как раз с митингами и с молодежью, и со студентами. И, к сожалению, проморгали именно ту ситуацию, которая вчера прожила в Санкт-Петербурге. То в данном случае пронести такой объем взрывчатки в метро, при всем при этом, я вижу там, бывая часто в Москве, и спускаясь в метро, я вижу, что никакой безопасности фактически нет. Дмитрий Михайлович, вот единственный способ предотвратить теракты на транспорте, в том числе в московском метро, это, мне кажется, агентурная работа. В том числе. При всем при этом, даже те, которые стоят в рамке, они не работают. Там нет досмотра как такового. И их никто не проверяет. И в данном случае понятно, что при том, что я вижу, что там при отчетности, этот же московский метрополитет списывает миллиарды рублей на то, что создает безопасность для пассажиров. Но вот мы вчера все увидели, что все-таки мы находимся в другой ситуации, и нас эта штука не обойдет, которая называется терроризм. И все-таки не надо бороться, наверное, с внутренними вымышленными врагами, особенно молодежью и студентами. Надо именно заниматься тем, что терроризм шагает по всей планете. Мы видим в Европе, какие были взрывы, и как это все было неприятно. И у нас самолет уже после сирийского конфликта, когда мы вошли в конфликт в Сирии, взорвали из Египта. То в данном случае никто от нас не отошел, и никто нам благодать какую-то не создал. И сегодня Россия находится в таком же очаге повышенного внимания всяких мусульманских сепаратистов, которые, в общем-то, все равно сегодня движутся. Мы сегодня, хотя или не хотя, мы участвуем сегодня в сирийской войне. И в данном случае, если кто не знает, что эта война идет между мусульманским миром, это есть сунниты и есть шаиты. Мы воюем, ну, фактически поддерживаем шиитскую сторону, которая всего составляет 20%. Мне кажется, что для нас там религиозный какой-то и вот такой конфессиональный, не знаю, конфликт, это не главное. У нас политический совершенно интересный. У нас политический, но у них-то он перерастает в религиозный. Потому что в данном случае мы находимся на стороне именно шиитского меньшинства, которого всего там насчитывается буквально 3-4 страны. Все остальные это представляют суеты, которые, в общем-то, и сегодня участвуют в этом. Мы, да, мы участвуем в политике, но там-то идет не одна политика, там и религиозная идет ситуация. В данном случае, если вы посмотрите, то, в принципе, шуницкой всего 3 страны являются. Это Иран, Азербайджан и Сирия. Все остальное фактически политическое и экономическое. Вы считаете, что вчерашние события в Петербурге это последствия того, что происходит? Я считаю, что мы попали тоже в процесс, как и европейские страны, о том, что терроризм как бы он есть. Значит, при этом мы уже сегодня видим, что это, вернее всего, что теракт. Мы уже подтвердили. Да, и уже, что это был мусульманин из Киргизии. При всем при этом он получил, как я недавно прочитал, буквально час назад, о том, что он имел гражданский паспорт российский. Значит, он 6 лет живет в России. То в данном случае вот вам... С европейскими терактами такая же история. Да, та же самая история. Да, тут если мы по телевизору видели, что нам рассказывали, что Европа пустила беженцев, и у них там все плохо, и все взрывает, то на самом деле в Европе тоже взрывали их граждане, которые давно уже живут, и этнические там левицы, и с Ирана, или с Ирака, я не знаю, откуда они. Точно такая же история и у нас. То понятно, что сегодня это показало, что, в общем-то, сегодня мы тоже оказались неготовыми предотвратить эти все... Беззащитными. Беззащитными, да. Да, и опять это слабое место, которое оказалось метро. Это уже не первый раз, и мы уже имели взрывы в метро и в 2011-2012 году, которые происходили в Москве. И ранее. Да, и ранее. И на самом-то деле это очень серьезный формат того, что, в общем-то, мы должны все реально понимать, что нас это тоже не обойдет. Безопасного места нет. Безопасного места, к сожалению, нет. К сожалению, также мы на этой ноте, наверное, не очень печальный такой, да? К сожалению, да. В стране траур три дня по этому поводу. И уже погибших 14 человек, и еще очень много народу в больнице, то, конечно, это очень большая трагедия, потому что страдают невинные люди. На этом программа «Особое мнение» завершается. Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания 4-го и 5-го САЗЭВа, был у нас в гостях. Я, Анна Лапшина, с вами прощаюсь. Дмитрию Михайловичу спасибо. И вам спасибо. Всего хорошего. До свидания. Особое мнение на 101FM